МАХАЧКАЛУ В Махачкале прохладно, но, по крайней мере, без дождя. Спартак прибыл, естественно, на этот матч накануне. Чем-то цвета Анжи напоминают цвета Жилины, с которой Спартак довольно уверенно разобрался в Лиге Чемпионов. Ну, вообще-то цвета прямо-таки совпадают. Совпадет ли счет, мы посмотрим по окончанию матча. Ну, вот болельщики Анжи уверены, что счет будет в пользу их команды. В любом случае, очень важная игра с турнирной точки зрения, поэтому, естественно, интерес к матчу большой. Спартак всегда собирает во всех городах аншлаги, поэтому неудивительно, что на этой встрече вряд ли будут свободные места на стадионе. Махачкалинский клуб находится внизу турнирной таблицы, всего в одном очке от зоны вылета. Вообще, группа команд, которые претендуют на вылет, достаточно обширная. Это и Сибирь, и Крылья Советов, и Амкар, Алани, Анжи. Наверное, в эту же группу можно включить Сатурн и Тойм. Ну, то есть, и команда ниже где-то вот так 8-9 места. Все-таки 7-8 матчей еще играть. Поэтому каждое очко на вес золота. И, конечно же, махачкалинская команда, которая пока ни разу Спартак еще не обыгрывала, постарается сегодня добиться победы. Коллега Наби Аликберов готов выйти в эфир от кромки поля. Я с удовольствием передаю ему слово. Он, я думаю, расскажет чуть более подробно об антураже этого матча. Здравствуйте, Георгий, здравствуйте. В Махачкале стоит пасмурная погода. С утра лил дождь, хотя на протяжении всей недели было солнечно. Надеюсь, это не подпортит нам зрелище от красивой игры. Московский «Спартак» прилетел в Махачкалу на матч с Анжи после уверенной победы в Лиге чемпионов над Жилиной. Что касается краснобелых, то в их составе есть потери. Получил травму в этом самом матче против Жилины, верит он и пропустит порядка двух-трех недель. К тому же не прилетел в Махачкалу Ипса, у которого микроповреждение. Но как минимум один парень, этот правый крайний защитник Паршевлюк, в этом матче будет биться. Потому что получил вызов сборной России и должен доказывать это право. Что касается Анжи, то и в их составе есть потери. Дисквалифицированные игроки сразу двое. Из-за перебора желтых не сыграет Джо Сан. Ну и из-за красной, получившей Тагирбековым в прошлом матче против Крыльев, Россин не сыграет в этой встрече и вообще пропустит четыре матча. Скорее всего на полиции Жо Сана сыграет Стрельцов, на полиции Тагирбекова сыграет Клява. Накануне состоялась встреча болельщиков Анжи с футболистами. Это первый раз происходило в этом сезоне. И болельщики очень-очень просили победы именно в этом матче. Очень так заряжали футболистов. Глаза горели как у болельщиков, так и у футболистов. Этот вот заряд продолжился уже сегодня, когда устроили такой автопробег. Болельщики, они сопровождали автобус с футболистами Анжи, начиная с базы клуба, которая расположилась за пределами города, и до стадиона Динамо. Таким образом заряжали вот болельщики футболистов. Анжи за всю историю встреч против московского «Спартака» ни разу у московского клуба не побеждал. Была лишь одна мяча 3-3. Ждем интересного матча. Я передаю слово комментатору встречи Георгию Черданцеву. Спасибо, Наби. Наби Олегберов, наш корреспондент в Махачкале. Ну, действительно, так с виду довольно-таки пасмурно. Верим на слово нашему товарищу и коллеге. И вспоминаем о том, что действительно Анжи со «Спартаком» играет очень тяжело. Прямо скажем, плохо. Видите, 7 матчей. И всего лишь один раз махачкалинской команде удалось сыграть с этой московской командой в ничью. В остальном было 6 поражений. Ну, действительно, бывают вот такие неудобные соперники у любой команды. И для Анжи вот именно таким неудобным соперником оказался московский «Спартак». Ну, любые серии рано или поздно прерываются, поэтому посмотрим, смеет ли «Спартак» продлить эту серию. Что касается отсутствия Велитона, то, судя по той форме, которую набрал Ари, я думаю, что не стоит «Спартаку» из этого делать трагедию на данный момент. Зато у бразильца Ари появляется шанс еще раз себя показать. И, на самом деле, трудно сказать, как бы играл Валерий Карпин, если бы был здоров Велитон. Сыграл бы он на этом выезде в два нападающих или нет. Ну, к составу мы вернемся, я думаю, чуть позже и подробнее, когда это все появится у нас, эти составы, на экранах. Стадион потихонечку заполняется, но до начала матча еще довольно приличное время, поэтому, я думаю, что аншлаг неизбежен. Итак, Гаджи Муслимович Гаджиев, наш хороший друг, я бы сказал так, нашей телекомпании, частенько бывал у нас в эфире пока, ждал возвращения в большой футбол в качестве главного тренера. И сегодня Гаджи Муслимович выставил следующий состав. 4-5-1, вполне понятная оборонительная схема против «Фартака», как же еще играть. И состав следующий. Ревишвили защищает ворота махачкалинской команды. Хизинишвили, 77-й номер, Кебе, 5-й, Цараев, 6-й, Агдаларов, 7-й, Шукуров, 4-й, Стрельцов, 8-й, Бакаев, 20-й, Гаджи Беков, 63-й, Кухарчук, 18-й и еще одного футболиста упустил. Я сейчас уточню, кто это. В составе Анжи и состав «Спартака» на ваших экранах. Но здесь минимум изменений, то есть их практически нет. Майдана, я смотрю, в основном в составе. Сделал он результативную передачу в Лиге чемпионов. И любопытный вообще состав такой у «Спартака», добавился Майдана. Я не уверен, что именно вот так будут играть футболисты «Спартака». Это мы посмотрим. Не исключено. Вообще любопытно. Майдана и Камбаров, какие типичные кроки. Но кому-то из них придется играть ближе к центру. В принципе, Магиди может сыграть ближе к центру. Но Камбаров у Майдана левши. Соответственно, кому-то надо справа сыграть. Очень любопытно, как Валерий Георгиевич расставит свою команду. Но мы с этим с вами разберемся уже после того, как начнется матч. Пока гадать не будем. Все покажет уже непосредственно игра. И давайте к ней мы вернемся уже после рекламной паузы. На НТВ Плюс прямая трансляция матча из Махачкалы. 23-й тур. Росгострах. Чемпионат России. Анжи Махачкала против «Спартака» из Москвы. Действительно, махачкалинцам пока никак не удается обыграть «Спартак». Ну а, учитывая турнирное положение, на своем поле очки нужно обирать, даже если не получается. Даже если неудобный соперник. Анжи провел ряд неудачных матчей. Достаточно сказать, что в последних пяти своих поединках махачкалинцы сумели забить всего лишь один гол. Этот гол, который принес победу Махачкали на одном сибирском со счетом 1-0. До этого была ничья Салани 0-0. Поражение затем от Ростова 0-1. От Рубина 0-1. И в последнем туре 0-3 открыли в Советов. Так что с атакой у команды из Махачкалы не все, прямо скажем, ладно. «Спартак», в свою очередь, наладил игру в обороне. Наверное, связанную в том числе и с появлением в команде «Парехи», которая, кстати говоря, вызвана в сборную Аргентины. «Спартак», ну не то чтобы много забивает, но забивает регулярно. И в трех последних, даже в четырех последних матчах три раза «Спартак» играл на ноль в обороне, причем два раза в Лиге чемпионов. Кроме того, в Нальчике «Спартак» сыграл на ноль, но вот пропустил два гола от Анкары из Перми. Поэтому здесь какую-то закономерность отследить довольно-таки сложно. Нет, давайте на цифры обращать внимание не будем, а пока обратим внимание на составы играющих команд. Еще раз все это напомню вам. Итак, Анжи, Ревишвили в воротах, 29-й номер, Клява, 3-й, Хазинишвили, 7-й, Шукуров, 4-й, 63-й, Гаджи Беков. Это защитники, полузащитники и атака. Кибир, 5-й, Цараев, 6-й, Агаваров, 7-й. Бакаев, 20-й, Горчук, 18-й, Гаджи, Гаджи, главный тренер Анжи. Андрей Дикань защищает ворота «Спартака». Вызванный в сборную, наконец-то, Сергей Паршевлюк, с чем его и поздравляет, 15-й номер. Справа в защите, в центральной зоне Сухи, 17-й, Пареха, 19-й, Макеев, слева, 16-й номер. В опорной зоне Шушуков, 5-й номер, а как остальные, будут расставлены, посмотрим. 64-й Макгиди, 12-й Аликс, 2-й Майдана, 99-й Камбаров и 9-й Ари. Велитон, получивший травму с Желиной, выбыл пока что трудно сказать, насколько, но сложно делать прогнозы по восстановлению от травмы, которую Велитон получил. Травма, связанная с приводящей мышцей бедра. Я думаю, что надо готовить футболистов Челси. Самое главное, чтобы он к матчу с англичанами восстановился. Но здесь, как говорили, календарь. Велитон не является игроком сборной, какого-то ни было, в первую очередь, бразильской. Поэтому спокойно может готовиться, восстанавливаться и готовиться к возможному матчу следующего тура, тура, который Спартак проведет дома против Аланьи 15 октября. И у него есть как минимум две недели на восстановление, а до матча с Челси и того больше. Итак, главный вопрос по тактике. Как будут расставлены полузащитники Спартака и какая роль будет отведена Кристиану Майдане, такому классическому крайнему полузащитнику. Он вышел на замену в матче с Анжи. И Майдану вообще хвалят. На самом деле, по игре он оставляет весьма неоднозначное, скажем так, откровенно говоря, плохое впечатление. Ну а что Станислав Черчесов, который его брал в команду, что Валерий Карпин в таких приватных частных разговорах его очень даже хвалит. Говорят, что на тренировке футболиста он выглядит здорово. Но, видимо, это вопрос такой, знаете, психологии. Человек уверенно чувствует себя в тренировочном процессе. И какие-то порой фокусы даже выделывает с мячом. Все у него получается. Но вот когда выходит на поле уже в серьезном матче, теряется как-то футболист. И психологической уверенности ему не хватает. А по футбольным данным Майдана игрок очень даже неплохой. Причем это говорят два совершенно разных человека, два разных тренера, совершенно разным видением футбола. И вот в Майдане сегодня выпал шанс сыграть в стартовом составе. Я думаю, что все-таки вряд ли Майдана будет играть ближе к центральной зоне. Скорее, Камбаров может там разместиться. Но, опять-таки, это мы пока гадаем. По игровым данным, мне кажется, больше даже Магиди подходит на роль либо второго нападающего, либо дополнительного полузащитника в центральной зоне. Вспоминается, что в Селтике, правда, очень редко в паре-тройке может быть случаев за всю его шотландскую карьеру. Магиди играл в роли второго оттянутого нападающего. Вполне возможно, что именно так они сегодня и сыграют с Ари. Правда, тогда не очень понятно, кто разместится на правом фланге полузащиты, потому что вряд ли Камбаров либо Майдана будут сыграть правого полузащитника. Но через пару-тройку минут вопросы все отпадут сами с собой, потому что мы увидим стартовую расстановку Спартака. И команда появляется из-под трибунного помещения на не очень ровное поле Махачкалинского стадиона. У спартакцев были нарекания к газону. Но даже соответствующая информация была опубликована на официальном сайте клуба вчера. Но это уже старая проблема. Махачкалинский стадион был даже дисквалифицирован. Кое-как поле в порядок привели. ФПЛ разрешило проводить матчи на домашнем стадионе, но в поле далеко, конечно, от идеального состояния. Тем более вот такая непогода и дождливая. Погода вряд ли способствует улучшению качества газона. Ну, какой есть газон, такой есть. Лучше с этим не поделаешь. Сергей Егоров, главный арбитр сегодняшнего матча. И помогать ему будут Лагун и Лавокшонов. Лавокшонов на ближний, Боровки, Лагун на Дани. Игорь, да, прошу прощения, конечно, Игорь Егоров. Сергей Егоров от коллега из советского спорта. Ну, значительные личности и кто-то другой. Поэтому и оговорился. Ну, а сейчас традиционная уже пауза для исполнения гимна Российской Федерации. Игорь, да, прошу прощения гимна Российской Федерации. Игорь, да, прошу прощения гимна Российской Федерации. Любопытно наблюдать за ирландцем Эйденом Магиди, с которым в пятницу играть нашей национальной команде. Ну, не лично с ним, но в частности, против него. Вот себя устроил такое приключение Эйден Но я думаю, что это хороший, полезный опыт Повидать мир, повидать огромную страну Россию, о которой пока еще все-таки мало знают В Европе, а в Великобритании Какими-то мыслями, стереотипами Я думаю, что Магиди будет своего рода такой вот Спортивно-культурный посол Видите, как началась у него карьера Уже сколько всего интересного повидал Уже в Грозный съездил В Нальчик, по-моему, съездил Вот сейчас в Махачкалу приехал Эйден, так что с Северным Кавказом Ирландец познакомился по полной программе Так что, в принципе, может после футбола Заняться политикой и поехать представителем от Ирландии Наверное, вот в этот регион Поскольку с ним уже хорошо знаком Что касается антуража, поляна, например То я вас уверяю, Магиди здесь совершенно ничего нового не увидит Потому что в Шотландии полей гораздо хуже, чем вот эта Махачкалинская Сколько угодно, это тоже стереотип по поводу того, что в Великобритании великолепные изумрудные газоны Может быть, когда-то такое было Но сейчас с проведением матчей в конце декабря, в январе Особенно в Шотландии страна все-таки гораздо более холодная По климату, нежели чем Англии Мы с вами в течение трех лет вместе наблюдали матч шотландского чемпионата И прекрасно помним, на каких стадионах, на каких полях, с позволения сказать, приходилось играть Эйдену Магиди Так что вполне нормальные для него условия проведения матча Игра началась И смотрим, как расставлены игроки Спартака Для начала это самое интересное А стрит по поводу одеяния Валерия Георгиевича, я думаю, уже всем наскучило Поэтому оставим это тем в стороне Да, Майдана играет оттянутого нападающего Любопытное решение главного тренера Спартака Камбаров слева Магиди справа Все как обычно, уже как обычно А Майдан, вот обратите внимание, располагается даже выше Алекса Алекса Шишукова в центральной зоне А Майдана чуть ближе к Ай Вот такое решение главного тренера Спартака Хотя, наверное, могли быть и какие-то другие варианты В частности с Козловым, например, или Ананидзе Лимит, как вы понимаете, ни при чем, когда выбираешь между Майданой и Ананидзе Ну вот при всей симпатии, которая вызывает манера игры, Ананидзе И вообще понимание футбола Пока Симпатичный многим болельщикам Спартака Молодой грузинский полузащитник в состав не проходит И вот при всех прочих равных Карпинг предпочел в данном матче Другого иностранного футболиста Майдан Спартак сразу же расположился на чужой половине поля По поводу травмы Велитана, я думаю, все в курсе Пару недель он пропустит Но Ари получает шанс еще себя проявить вновь Поначалу не произвел никакого впечатления Ари И, в общем, я тоже входил в группу критиков, которые не понимали смысл этого приобретения Выделялась поначалу Ари своей удивительной карьерностью И сложно понять, что такому футболисту делать в команде, подобной Спартаку Но, как выяснилось, Ари обладает великолепным голевым чутьем Как минимум не хуже, чем у Велитана А своей кряжистым телом, корпусом Он очень умело закрывает мячи И подобраться к Ари, когда он этот мяч корпусом укрывает Как выяснилось, очень и очень сложно Ну и пошли голы Так что еще далеко не факт, что Велитан, когда выздоровит Так что прям легко отвоюет место обратно в стартовом составе Здесь Карпин уже придется продумывать варианты И смотреть за тем, кто из нападающих в какой форме находится Ну и подстраиваться, естественно, под соперником тоже Короче, появились варианты, а это всегда хорошо Когда у тренера есть из кого убирать Майдана с мячом Наверное, наиболее любопытная фигура За которую стоит наблюдать отдельно Давненько Майдан не выходил в стартовом составе Я не уверен, что он вообще в этом сезоне выходил в основе А пока нарушение правил штрафной прочности Анжи Лежит футболист Махачкалинского клуба Но на самом деле от своего же ему досталось по спине Зацепил Агаларова Атар Хиза Нишвили Ну и на трибунах Махачкалинского стадиона Это типичное приветствие любой московской команды Какая бы она ни была Но это так, я думаю, по-доброму Пауза в игре небольшая Спартак начал игру достаточно активно И сразу же постарался перевести игру на чужую половину поля Да, я вот уточнил Один матч в основе У Майдана Только вот непонятно, успели ли занести уже Текущий матч В статистику Кристиана Майдана Или это еще какой-то другой Имелся в виду Но резюмируя Редко, крайне редко Майдана Появлялся на поле в этом сезоне Поэтому любопытное решение Валерия Карпина Шишуков с мячом Попытка махачкалинцев перейти к атакующим действиям Несколько сумбурная игра, но сложно на таком газоне комбинировать Тем не менее, атака Анжи развивается на левый фланг Смещается акцент от атаки И первый удар поворотом Это Андрей Стрельцов После обводки Попробовал пробить, но мяч ему на ногу откровенно не лег Анжи на 12 месте Делит 12-13 места Анжи с Алани Но Анжи вот эта игра в запасе Алани свой матч бездарно Крыльям проиграла накануне Обострилась тем самым борьба за выживание 29 очков у Динамо 26 Томи 24 Сатурн 23 Анжи Алани 22 Амкар Крылья Совета Вот такой у нас неистормин таблицы Ну и Сибирь, сумев взять очко у Рубина Чуть-чуть подтягивается Два последних матча Сибирики не проиграли 16 очков у них Так что они будут биться наверняка до последних Анжи одна из самых малорезультативных команд чемпионата Вместе с Сатурном забили всего лишь по 18 мячей Но в обороне Гаджи Гаджиев игру ставить умеет Даже не располагая Подходящим подбором игроку Для решения каких-то серьезных задач Тем не менее Анжиев всего лишь 26 мячей пропустил Если смотреть вот команду, которая рядышком находится Это один из лучших показателей Подача в штрафную Не удалось никому пробить поворотом Майдана Адресная передача была Ари не сумел обработать этот мяч И толчок спином Паршевлюка Прогрессирует Паршевлюк И, в общем, наверное, не случайно его приглашение в сборную Давно он, что называется, стучался в дверь И вот достучался Суняковым, конечно, за место в стартовом составе В данный момент Паршевлюку конкурировать очень сложно Но на перспективу, я думаю, за место правого защитника в национальной команде можно не беспокоиться Второй вопрос это Макеев И другой вопрос Очень талантливый футболист Но есть к Евгению претензии В плане Сосредоточенности на футболе На тренировочном процессе Очень сложно, конечно, для современной молодежи Достучаться любому тренеру И заставить Молодого человека Понять То, что контракт, который он получил Там 18-19 лет Это не самое лучшее, что бывает в жизни И это еще далеко не все Чего можно добиться В этой профессии Ну, Макеев здорово провел два матча в Лиге Чемпионов И это, в общем-то, обнадеживает Игрок универсальный Бывший полузащитник Соответственно, умеющий помочь в атаке Очень подходит по своим и физическим данным И техническим характеристикам Для того, чтобы закрывать всю бровку А это для современного футбола Очень важная позиция Магиди, Ари, Алекс И, наверное, на право Сыграет Алекс Нет, успел развернуться в левую сторону Камбаров Нарушены правила Янджи пробьет штрафной По нулям пока Девятая минута Довольно активно играет только команда Ухарчук неплохо И вот в центральной зоне там открывается Поддерживает вторым темпом Давид Цараев, лучший бомбардир А Анджи атаку Но до него меч не дошел Анджи зарабатывает угловой Подача в район 11-метровой отметки И мяч летит сильно выше ворот Спартак на шестом месте Пока 33 очка 33 у Ростова У Спартака 21 матч Пока что сыграно у Терека Который забрался на седьмую позицию В данный момент 31 очко 30 у Локомотива То есть тут вот борьба Интересная за За путевки в Лигу Европы Потому что боюсь в тройку Спартаку попасть будет Прямо скажем сложновато 47 очков у Рубина Ориентироваться надо все-таки По набранным на Рубина А не на ЦСКА Потому что у ЦСКА аж три игры в запасе Ну без учета сегодняшней Вернее не занося ее В разряд сыгран Вот так что 47-33 Это конечно очень существенная разница Даже при том что Два матча относительно Рубина У Спартака в запасе Ну в общем надо двигаться по таблице Что получится то и получится Но место в пятерке Оно более Четвертое, пятое место Более Реально выполнимая задача Нежели чем Что-то другое Но здесь напирает целая группа команд Вплоть до Динамо Желающие завершить сезон В Еврокубковой зоне Вперед Анжи Скандирует трибуны 10 минут сыграно Пока равная игра Без моментов Созидать на такое поле не тяжело И после искусственного газона Лужников Конечно тяжело переходить На такое Неустойчивое поле Удар в сторону Одиннадцатиметровой отметки Борьбу там выиграют Ну вот что Надо характер проявлять тоже Ведь это часть футбола Не все же Играть Только в мяч Надо и Где-то побороться И продемонстрировать Физическую подготовку Стрельцов Майдан очень активно играет Ари Штрафной пробьет Алекс До ворота далековато Прямо скажем Но может попробуйте пробить Учитывая что Оттолкнуться от такого газона Вратарю будет очень сложно Короткий разбег Алекса Вряд ли это будет удар по воротам Хотя и ветер Довольно приличный Но здесь есть и пара эхо Который как выяснилось Тоже любит и умеет Исполнять штрафные Но правда голову Со штрафных еще не забивал Решил Алекс пробить Это было Не самое лучшее решение С двух шагов Не очень понятно На что рассчитывал Бразилица Редишвили Надежен Выбивает мяч с ноги На чужую половину поля Сухи По игроку Пареха Страхующий Пока это Вот так выглядит И Макгиди Постепенно набирает форму Ирландец После шотландского чемпионата Который я с удовольствием комментировал С Макгиди все ясно И В общем Могу сказать Что это далеко не все Что умеет Макгиди Увиденное нами в предыдущих матчах Так я думаю процентов на Семьдесят Макгиди готов Сейчас Может играть еще лучше И еще быстрее Парехов с мячом Паршевлюк Заброс в сторону Ари Добразец Мяч не дошел Алекс Вел борьбу С Сукуровым И дальше неточная передача На половину поля Спартака Макеев Не нагнетает темп Спартак Шишуков Паршевлюк Макгиди А Майдан то неплох Видно с удовольствием играет Аргентинец Сейчас очень технично Подыгрывал себе мяч Выйд удар Чуть далековато Его от себя отпустил Стрельцов Кибе Ну и болельщики Анжи Заряжают песню Они встречались с командой Накануне этого матча Насколько я понял Это была такая первая Встреча Команды И организованной группы Фанатов Махачкалинской команды В общем так пообщались В неформальной обстановке Все остались друг другом Довольны Поэтому с особым энтузиазмом Сегодня махачкалинские болельщики Поддерживают Анжи Ну а Команда получила наказ От Своих поклонников Постараться наконец Все таки обыграть Спартак Пока 15 минут У ворот Спартака Все тихо и спокойно Хотя Анжи при первой возможности В общем старается Вспоминать об атакующих действиях Подача На ближнюю штангу Летел мяч Спартаковцы с этим Стандартом Справились Бакаев Назад И Гаджибеков Очень высоко задирает мяч Там Сухи Выигрывает борьбу Но и Егоров Дает свисток Поскольку было нарушение правил Положения в дне игры Почти весь Спартак Разъедется по сборным Потому что конечно Немножко будет скомпанно Подготовка к матчам с Челси Но с другой стороны Сейчас так получается По турнирной таблице Эти игры С одной стороны Имеют очень большое значение А с другой стороны Все равно Дальнейшая судьба Российской команды В лиге чемпионов Я думаю Будет решаться В двух последних турах Хотя мы Привыкли считать Что третий и четвертый тур Определяющий В лиге чемпионов Пореха с мячом Неловко сейчас Защитник обработал мяч И от щитка Этот мяч улетел За пределы поля Магиди Гаджибеков Гаджибеков Грубовато Подкатился Подмагиди И штрафной пробьют Москвичи И довольно много Свободных мест Все-таки На стадионе Тем не менее Акустика Очень хорошая И болельщиков Вполне хорошо слышно Подача Алекса Лежат Штрафной Люди Но свисток Егорова молчит Продолжит Патраку Спартак Введение мяча Из аута Судя по всему Майдана Раз сегодня в центре Играет Значит надо мяч оставить Либо Макееву Либо Камбару Макееву Ари ставит корпус Закрывает Мяч От Бакаева Алекс Ари Плохой удар Вроде подработал себе Мяч бразилец Довольно удачно Но Толковый удар у него Не получился Камбаров Алекс Ну вот здесь есть Свободное пространство Неудачный Пас Не вложил мяч Алекс В ногу Камбарову Магиди Ари И здесь Свободен Майдан А не та нога Нужно разворачивать Под левую Подача Даже не подача Заброс Такого мяча Легенький В штрафную И нарушение правил Девятнадцатая минута Ноль-Ноль Девятнадцатая минута Ноль-Ноль Шишуков 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 выигрывает борьбу Девятнадцатая минута Майдан Девятнадцатая минута Девятнадцатая минута Аликс Шишукова поздравляют Ну а как же так Анжи в обороне Хвалили мы Хвалили команду Ну при стандартах Я имею ввиду Отмечаю Построение игры в обороне Но сейчас при стандарте Встали Неудачные Шишукова Никто нет Шишуков забил Послушали меня коллеги И зря Я же тоже по телевизору Наблюдаю этот матч Шишуков забил Давайте смотреть От кого к нему прилетел мяч Ну да Конечно грубейшая ошибка В обороне И даже если бы Ревишвили Мяч отбил Он уже побывал в воротах Из ворот его отбивал Ревишвили Один ноль Стандарт Спартака И гости выходят вперед Шишуков Первый гол Александра В сезоне И перед Анжи Встает Еще более сложная задача Так С ноль-ноль Надо было впервые Обыграть Спартак За историю встречи А теперь Еще и Надо отыгрывать пропущенный гол То есть задача Крайне усложняется Макеев за боковой линией Майдана Отвоевали мяч Шишуков с Макеевом Нет Здесь махачкалинцы Хорошо поборолись Алекс вернулся в оборону Скользко Не уставил на ногах Махир Шукуров Ари Камбаров Майдана Камбаров Ари Макеев Алекс Ну держание мяча Счет в пользу Спартака Можно подтянуть Защитников На чужую половину поля И здесь попробовать Поиграть в пас Ничего Нормально Вполне И на таком поле Тоже можно играть в пас Если уметь это делать Решили просить своих Идти подальше Куда на чужую половину поля Удар в сторону Шукурова Макеев сыграл рукой Штрафной пробьет Анжир Кебе Стрельцов Наткнулся на Алекса Майдана Слишком хитрый Задумал пас Не нужно так начинать Атаки со своей половины поля Хотя если бы Отрезал этой передачи Двоих Смотрелось бы эффектно И он сейчас Перед Алексом Извиняется Алекс дирижирует Своими игроками Командует Кому что делать Куда встать Какие позиции занять А пока Махачкалинцы Вводят мяч В игру из аута И не той частью головы Сыграл Марок Сухи Мяч ушел на угловую 25 минут В первом тайме сыграно 1-0 Пока вполне такая Спокойная игра И несложная для Игоря Егорова Подача Шишуков отправляет мяч На еще один угловый Что там происходит На стадионе Но мы этого Не видим с вами Давайте Средоточимся тогда На футбольном поле Не будем отвлекаться Еще один стандарт Выполнит Цараев Разыграли Не очень удачный Мяч упущен За пределы поля Удар от ворот И Спартак не торопится С введением мяча в игру Защитники все убежали Оставляют мяч Диканю И Диканю И Диканю С сильным ударом Отправляет мяч на Чужую половину поля Чужую половину поля Ари там И не находился Куда полетел мяч Ревишвили Тут много ошибок Стал Спартак допускать При игре в пас Сейчас хорошо Отборолись Аликс Аликс Сзади его атакует Цараев Майдана Майдана тоже Стал ошибаться Вторая подряд Потери мяча Шушуков Шушуков Макеев Гамбаров Шушуков И назад Небрежно И тем менее мяч сейчас Спартак у себя сохраняет Сухи Фаршевлюк И вновь Слишком сильный И вновь Слишком сильный Выгоняет Подальше На чужую половину поля Егоров успокаивает Бакаева Буквально Напрыгнул Игрок Анжи На Ариф И Аликс Налево Макеев Стенка Макеев Ну вот сюда Аликсу И Аликсу еще дальше Технично Ну конечно сложно Устоять на ногах На таком скользком поле Элемент Борьбы не по правилам Майдана направо Макгиди Майдана Не удается Махачкалинской команде Выбраться со своей половины поля Вновь мяч у Спартака Паршевлюк Ари Майдана Майдана Сохранил мяч Майдана И на свободное место Сухи Дальше налево Макеев Неплохо у Спартака получается Держать мяч На очень тяжелом поле Камбаров Оставляет мяч Макееву Тридцатая минута Один ноль Впереди гости Парашев 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 Он был первый на мяче Подача в штрафную Мяч попадает в Сухи Дальше падает Игрок Анжи Эпизод исчерпан Ну вот Что значит Анжи игрок класса Алекса Лишнее касание И Привез Едва не привез Алекса Хотя потом отработал эпизод И все таки закончился Это опасным моментом Да Конечно Анжи не хватает Игроков Атакующей линии Неудивительно что команда Так мало сбивает Магиди А привык на шотландских Огородах играть Поэтому быстренько вскочил Побежал дальше Майдана Вновь неплохо сыграл Магиди Вернулся на то место Откуда начинал Несколько секунд назад Движение Вновь Магиди Завязли Спартак В цепи Из штрафной площади И пас вперед Ну-ка Дикань Выбежал из ворот Там положение вне игры Или что Свисток показался Раздался Нет все нормально Можно играть Стрельцов из аута Недоволен Карпин Тем что видимо Начинают проходить У нахачкалинцев Вот такие вот передачи И свободное пространство Спартаковские защитники Оставляют Прошивлюк Перервал Этот пас Выбил мяч в аут И еще один Вброс мяча Пока нет адреса Стрельцов Гаджибеков Еще атака продолжается Лезет, лезет, лезет Цараев Но мяч уже упустил За пределы поля В запасе у хозяев поля Абаев Бекович Иванов Арзиани Бурзиев Галенда И Стрелков У Спартака вратарь Песеков Штранц И Ливанов Сабитов Зотов Ананидзе Козлов Ну Ананидзе на такой газон Выпускать Мне кажется бессмысленно И скорее Сабитов пригодится Давайте мы забегаем вперед Пока что 34-я минута Идет 1-ой Спартак выигрывает Там же с мячом Стрельцов Майдана Остановил Кеби рукой Майдана Остановил Кобачев Остановил Кобачев Стрельцов Остановил Кобачев И завтра мяч бросает Олег Гаджибеков. Дикань вообще без игры, так как-то иногда что-то у его ворот происходит, но без его участия. 35 минут Сыгрима на Магиде потерял мяч Стрельцов. И опять Стрельцов бьет плохо, мяч у него сваливается с ноги уже во второй раз в этом матче. Нет, Майдан здесь вряд ли успеет. Мячури, Вишвили. И тоже без дела. По сути дела, по его воротам и Спартак особенно не бил. Ну что, вспоминается удар Алекса за пределы штрафной площади после Стандарта. И гол Шушукова. Макеев. Алекс Макеев. Полез Макеев в штрафную. Потерял мяч. Янжи пытается контратаковать. Пареха. Очень хорош на опережении. Алекс. Алекс дальше двигается с мячом. Слева от него Камбаров. Алекс. Подача к Каму. Гораздо выше Ари центральный защитник махачкалинской команды. Хизиничвили. Скользко такие номера выполнять на таком газоне. Скорее всего, мало перспективно. Кебе долго. Шушуков отобрал мяч. И Кебе сам потерял мяч и встал. Иди отбирай. Все что, потерял мяч и стоит руками разводит. Магиди один в один сейчас будет обыгрывать. Двоих собрал. Тем не менее, очень цепкий. Магиди у него мяч, даже если он потеряет, сразу же лезет обратно в отбор. Алекс решил справа пробить. И Ари, между прочим, очень даже удачно подставляет ногу. Мяч прилетел прямо в руки Ревишвили. Мяч прилетел прямо в руки Ревишвили. Ревишвили задел сухи соперника. И стандарт выполнит Анджи. С игры сложно махачкалинцам что-то создать. Поэтому нужно очень ответственно подойти к выполнению стандартных положений. Шукуров. Высокая подача. Удар. Еще. Ну где мяч-то? Опасно! Дикань! Дикань выручает Спартак. Спали защитники Спартака. Сейчас, ну и не зря мы сделали акцент на этом стандартном положении. Раз не получается с игры. Действительно, надо максимум пользы извлекать из доставки мяча. Беспрепятственной доставки мяча штрафную площадь со стандартных положений. А что же защитники Спартака и полузащитники не знали об этом? Дикань выручил. Сейчас Анджи мог сравнять счет. Ангелы, 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 Ангелы. Ангелы, 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 Ангелы. Еще будет одна подача. И вновь Шукуров у мяча. Пас на ближнюю, на ближнюю куборотарскую. Удар поворотом и Стрельцов зарабатывает угловой. Продолжает Анжи наседать. Сейчас очень такой важный игровой отрезок для дальнейшего развития событий. Сумеет ли Анжи извлечь пользу из этого преимущества, которым хозяева поля владеют в последние несколько минут. Подача Сухи отбил мяч Майдана. Но это неудивительно. Последнее место по числу ударов в створ ворот. Мы уже отмечали низкую результативность Махачкалинской команды. Просто эти цифры подтверждают. Пять минут до перерыва. 1-0. Незрелищная игра на очень тяжелом поле. Все удивительно. Неужели в таком регионе солнечном нельзя постелить нормальное поле? Майдан. Неужели это так дорого стоит? Майдана с мячом. Ладно сопернику. Самим-то всегда южные команды отличались техничным футболом. И много игроков там из той же Грузии в составе фанжи и грузинского, скажем, происхождения. В общем, ребят, которые технически неплохо оснащены. Но на таком огороде-то играть невозможно. Вообще раз повторяю. Ладно, чужим. Своим сложно играть. Аликс. Магиди. Мягенький пас. И Шишуков на дубль шел. Но пробить как следует по мячу не удалось. Кеви. Нет, Макеев не дал себя обыграть. Хорош. Макеев сейчас сухий. И никто сухий особо не прессингует. Пас Диканю. С этой атакой Спартак справился. Но то есть это что-то атаки не было. Тяжело Аре приходится против могучего Хизинишвили. Выиграть единоборство не удается пока ему. Анжи под прессингом соперника пытается выбраться с чужой половины поля и терять мяч. Макеев. Хорошо играет Макеев, Ари. И Майдана активно начал. Так мы у него несколько раз похвалили. Потом Кристиан что-то пропал. Плохой пас Магиди. Сейчас надо было в ногу вкладывать мяч. В Майдане никто не мешал сделать более точный пас. Я думаю, что Майдана уступит свое место, мне кажется, с обитого по ходу второго тайма. Гол забит. Тут можно где-то сыграть уже на удержание счета. Я не имею в виду, что Спартак перейдет на игру вторым номером. И будет исключительно оборониться. Но так укрепить сегодня в луне поля можно было бы. Посмотрим. До перерыва несколько минут Майдана выполнил угловой. После стандарта Спартак забил пока что единственный бой в этом матче. Подача и что-то похожее на голевую комбинацию сейчас было. Ревишвили. Кибе. Сухи. Майдана. Технично разобрался Ари Алекс. И налево там открывается Камбаров. Слева пас ему. Прострел. Вот это для Ари была передача. Ногу нападающий подставить не сумел. Под хороший прострел Камбарова. Стрельцов, пожалуй, самый активный игрок в составе Махачкалинского клуба. Много мяча он получает. Но если бы еще удары у него получались. Старается. Цараев. Но пара их и здорово сейчас отработал единоборство против капитана соперников. И отвоевал мяч. Минута. Вряд ли Егоров добавит что-то существенное. Особых остановок не было. К счастью, пока без травм на таком поле. Тяжелым обходится пока что. И Хизунишвили. Длинная передача. Майдана. Камбаров. Сохраняет мяч Спартак. Ну и не очень охотно москвичи сейчас подтягиваются к штрафной площади. Соперника Шушуков. Алекс вообще далеко находился от развития этой атаки. Несколько секунд назад мяч вообще возвращается в защиту. Сухи и минутка. Макеев-Камбаров. Ну, вдруг ни с того ни с сего на последнюю минуту шел. Абсолютно ненужный. И зачем получил слупить Камбарова по ногам. Ну, извиняется. Защитник Анжи. Перед Камбаровым. Объясняет, что не хотел его обидеть. И задел его случайно. Ну, получилось грубо, конечно. Агаларов не прав. Но Камбаров простил соперника. Увернуться, в общем-то, в успех. Сухи с мячом. Макеев. И вновь неточный пас. И все, Егоров отправляет команду отдыхать. Нужно действительно восстановиться после игры на этом огороде. 1-0. Спартак выигрывает. Конечно, содержательную часть этого матча, я думаю, разбирать не имеет особого смысла. Эта игра исключительно на крепость духа и ног в основном. Тактику не вижу. Оснований разбирать. Что-то там игроки Анжи хотят выяснить у Егорова по поводу эпизода, когда Дикань, видимо, выручал свою команду. Но это же они разберутся в подтрибунном помещении. Минимум ударов. Это не Сибирь, Рубин сегодняшний, где там под 40 ударов на радость Константину Геничу нанесли не команды, но и не только ему, я думаю, а всем, кто смотрел матч. У нас с точки зрения содержания все гораздо хуже. Ну, что поделаешь, раз в РФПЛ считают, что на таких полях можно играть, ну, значит, руководителям виднее. Сложно и хозяевам, и гостям проявить футбольные качества. Хотя Спартак, в общем, умудряется хоть как-то играть в пас. И удивительно, хотя, может быть, и неудивительно, что больше всех пробежал Алекс, но то, что Магиди даже на такой поляне самый скоростной, тоже, в общем-то, понятно. Давайте вспомним наиболее интересное событие первого тайма. Их действительно было не очень много. Удар в Стрелкова, когда мяч у него свалился с ноги, улетел сильно мимо ворот. И вот здесь был неплохой прострел Цараева, который здорово пробежал по флангу, но совсем выпадает Илья Пухарчук из игры, словно без нападения. Играет Анжи, это, конечно, осложняет команде жизнь в атаке. Спартак ответил прострелом, затем Алекс выполнил угловой и тоже ботнул. А, вот Сухи как раз автор голевой передачи здорово выпрыгнул на мяч. Давайте еще раз посмотрим, здесь Сухи упадет в кадр. Но так не очень. Ну, разыграли здорово. Разыграли здорово, а Шишукова откровенно забыли на дальней штанге. Хотя Шишуков молодец. Вот сейчас на повторе видно, как он хорошо освободился и эту штангу замкнул. 1-0. Спартак вот таким образом повел в счете. А у нас есть возможность послушать флеш-интервью. С нами беседует Шамиль Бурзиев, игрок махачкинского Анжи. Шамиль, вот возникают моменты, есть движение, нападение. Чего не хватает, чтобы забить махачкинскому клубу? Ну, не хватает реализации, скорее всего. Потому что Спартак, в принципе, хорошая команда. И хорошо контролирует мяч. Я думаю, наши ребята сегодня справляются с ними, можно сказать. Поэтому я могу сказать, что только не повезло. Но были моменты, и во втором тайме будут еще. Я думаю, мы забьем, и может даже переломный момент будет во втором тайме. Сейчас команда получит какую-нибудь установку на второй тайм. Если будут выполнять, я думаю, мы сможем переломить ход матча. А вот по-твоему, команда получит установки, а вот по-твоему, как ты думаешь, чего не хватает все-таки? Ну как, моменты есть, реализации не хватает. Вот и все. Вы же видели, что есть моменты, и вот забить там хотя бы второй момент, и уже счет ничейный. Ничейный, я думаю, игра была бы другая немного. А игру обороны как расценишь? Оборона, я думаю, сегодня, можно сказать, справляется с нападением Спартака. Спасибо большое. Ну посмотрим, оправдается ли прогноз футболиста Анжи, сумеет ли махачкалинская команда прибавить после перерыва, в первую очередь, в реализации. Пока детишки развлекают болельщиков, а мы с вами посмотрим рекламу. Продолжают дети играть в футбол на ужасном газоне стадиона в Махачкале. 1-0 здесь Спартак выигрывает после первого тайма, а мы хотим напомнить вам о том, что за махачкалинский клуб играет вот этот вот футболист, некогда выступавший в составе Спартака. Откопали мы архивные кадры, ну вот с тех пор волос на голове Кибе поубавилось, и теперь он выступает за клуб из Махачкалы. Ну, помнится, в качестве игрока Спартака Кибе по воспоминаниям одноклубников тогдашних отличался удивительно самозбродным и непредсказуемым характером. Очень забавная про него история рассказывали бывшие одноклубники, но, пожалуй, я их пересказывать сегодня не буду. Но вот и Василия Баранова заодно вспоминаем. Талантливый футболист, но, как многие африканцы, с непредсказуемым совершенно характером и непредсказуемым, соответственно, поведением. Вернулись команды на поле. Еще раз выскажу соображение, что вот такой игре анализировать футбол как таковой особенно не приходится. В общем-то, это испытание характера и даже во вторую очередь, в первую очередь, физической готовности команд. Пока в единоборствах друг другу не уступают соперники, но, а Спартаку, в отличие от Анжи, свой момент использовать удалось. Хотя и Махачкалинцы были тоже близки к тому, чтобы забить, но Дикань свою команду выручил. Паривишвили защищает ворота Анжи. Клява третий, на верхе Занишвили седьмой. Шукуров четвертый, Гаджибеков шестьдесят третий, Агаларов седьмой. Бакаев двадцатый, Кибе пятый, Стрельцов восьмой, Царавев шестой, Кухарчук восемнадцатый. Дикань в воротах Спартака. Парашевлюк пятнадцатый, семнадцатый Сухи, девятнадцатый Парефа, пятый Шушуков, шестнадцатый Макеев, второй Майданов, двинадцатый Алекс, шестьдесят четвертый Макгиди, девяносто девятый Камбаров, девятый Ария. Карпин, как же их тренеры, и Егоров главная орбита. Анжи активно начинает второй тайм, передача в сторону Стрельцова. Вызвели из Борной России. Парашевлюк выполняет подкат, по мнению Егорова, не по правилам. И штрафной опасный пробьет Анжи. Наступил Парашевлюк на голеностоп Стрельцова, и получает за это желтую карточку. Совещание двух футболистов по Анжи, капитана команды Цараева и Шукурова. Но Шукуров пару подачи опасно выполнял до перерыва. И именно после подачи Шукурова в конце первого тайма Анжи был близок к тому, чтобы сравнять счет. Удар в сторону Вратарска, и справляется Спартак с этим стандартом. Майдана, Магиди и Макеев разъезжают. Встановка убивает мяч. Даже точно в сторону Ари. Ари по флангу. Бежать не сумел вместе с мячом. Бежал за этот голый пункт. Активно хозяева в начале второго тайма. Активно хозяева в начале второго тайма. Насказнулся Илья Кокамчук и у нас все будет делать бой. Ну, это то, о чем мы с вами в первом тайме говорили. И гостям сложены и хозяев. Дикань не будет торопиться. Свода мяча в игру. Порыха, что там обсуждаются сухи. Ари. Удар поворота не очень сильный. И на месте Ревишвили. По жюри пошла игра. В начале второго тайма мяч быстро вводится Ревишвили в игру. И долетает Глади Кокамин. И то есть первых игроков в игровом эпизоде поучаствовать не успел. Два мяча на поле. Баджебеков. Мяч уходит за пределы поля. Дально быстро пролетели. Первый. Байска на второго тайма. Анжи, получив от установки команды, Анжи обстановку на второй тайм. Активно начал этот тайм. И выполнил опасный штраф на город Дикань. Протокон, мне кажется, важный сыграть в обороне построже. Забитый гол есть. Претендовать по такой поляне на большее количество забитых мячей довольно сложно. Настолько привезет. Но, как известно, на разрушательном зубовом газоне легче, чем Сазида. Агаваров из аута. Мяч уходит за пределы поля. Последний матч перед тем, как команда развивается по сборным. Затем... Спортакль сыграет Солани дома. И потом легче чемпион. Удар в ближний угол. Неплохо пробил Кухарчук. Но Дикань видел момент удара. Поэтому без проблем с ударом справиться. Ну что, молодцы махачкалинцы хорошо вошли в игру. Во втором тайме Спортаку надо подсобраться на обороне. Стали допускать ошибки. Сейчас Кухарчук сыграл здорово. В лед пробил. Дикань молодец, выручил. Преимущество сейчас у Анжи. Надо Спортаку включаться в игру. Пас в штрафной опасно. Магиди не очень удачно от него мяч отлетел для Спортака в штрафную площадь. От гостей и Анжи использовать момент не сумел. Майданом. Помчался по флангу. Спортак загладил мячом. Чужой половине поля Шишуков. Магиди. Паршевлюк. Шишуков. И держание мяча без продвижения вперед. Пареха. Аликс. Ни к чему эти. Финты, обводка. Все это заканчивается желтой карточкой. Сейчас Аликс подставил. Шишукова под эту желтую карточку. Абсолютно ненужные вот эти вот под себя на себя. Приемы в центральном круге. Под прессингом соперника. Или мяч потеряешь. Или еще хуже по ногам получишь. Так что мало не покажется. Зачем же рисковать. Там опасная контратака мячалась у Анжи. Поэтому у Шишукова другого варианта не было. Прямо как грубить. И фолом останавливать атаку соперника. Хизинифжили пробьет штрафой. Я думаю, что без Сабитова Спартаку не обойтись в этом матче. Аликс выиграл борьбу. Опять ошибка. И теперь уже махачкалинцы ошибаются. В Магиде. Не точно. Агаларова зацепил Камбаров. Он доволен, Дмитрий, решением арбитра. И еще один стандарт. Агрессивнее смотрится Анжи в начале второго тайма. И подача. Ну, пока Спартак в основном с подачами соперника справляется. Майдан. Ари. Макеев. Неплохо. Ари. Ари. И опять Аликс. Вместе с Аликс сейчас допускают ошибку. Теряет мяч. И нарушение правил. Преимущество Анжи. Надо что-то Карпина делать. Игра. Потерялась у Спартака. И сейчас махачкалинцы владеет преимуществом штанга. Михаил Бакаев великолепный удар наносит. И сейчас могла повториться история с Амкаровской. Когда выстрелом с 30 метров вонзил мяч игрок Пермского клуба в девятку. И Дикань своих выручить не сумел. То же самое. Что делают опорные сейчас полузащитники Шишуков или кто-то, кто должен был оказаться рядом с ним. Алекс мы с вами видели. Оказался. Но если играет шеф второго центрального, то должна быть какая-то подстраковка. Где был Майдан в таком случае. Вспомните эпизод. Ари двигался с мячом. Аликс в этот момент оказался на месте центрального нападающего. Ари ему сделал передачу в недодачу. Хотя непонятно, зачем Алекс эту передачу просил. Стоя столбом без движения. В результате потери мяча. Соответственно, Аликса, убежавшего вперед Майдана, не подстраховал. И получилась свободная зона. Вот вам, пожалуйста, развитие этой атаки. Откуда взялся опасный момент удар в штангу. Сабитова надо выпускать. Мне кажется. Хотя 10 минут всего лишь прошло. Вы скажете, не время для замен. Но преимущество-то очевидное. И сейчас был голевой момент. Шамиль Бурзеев, который в перерыве давал интервью нашему корреспонденту. Ну, точно. Сабитов. Нет, ну, знаете, здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, какая нужна замена или что она нужна срочно. И я полагаю, что Майдану на таком поле, потому что его присусти сейчас ничем не оправданно. Первый минут 15 Кристиан смотрелся вполне так неплохо. Ну, наверное, на кураже вышел, но потом потерялся и все-таки передерживает он. Мяч очень много лишних делает телодвижения вместе с мячом. Ну, посмотрим, может быть, какие-то другие варианты есть у Карпина. Ах, вот так. Ну, что ж, это тоже вариант, потому что Алекс стал ошибаться. На таком поле Алексу делать нечего. Созидать здесь сложно. Пошли потери, ну, и для того, чтобы поберечь ноги капитана команды, его с игры снимает главный тренер. Причем это не первый раз уже происходит, когда Алекс уходит по ходу матча. Были даже какие-то разговоры по поводу того, что он так выражал явное удовлетворение тем, что его заменили. Ну, я думаю, что сейчас, в принципе, что Майдан и что Алекс, ну, примерно, по сути, одно и то же в плане замены и тактических перестановок. Ну, видимо, Карпин решил, что ноги Алекса дороже. Лучше поберечь их, а Майдану оставить в качестве второго атакующего игрока. Сабитов должен сцеремонтировать вот здесь центральную зону, откуда был нанесен удар Бакаева. Могут удар в ближний угол, но попасть в твердость был очень сложно. Ну, что ж, в начало второго тайма Махачкалинская команда проводит очень прилично. Что же мешало команде хозяев поля войти в игру с первых минут, так как вот вошли во второй тайм. Ну, Маги и Мини все-таки, безусловно, действуют. Ничего себе. Команда на пару с Челси лидирует в группе Лиги Чемпионов. Сыграла два матча на ноль. В этом престижнейшем турнире. Это не может, наверное, не действовать на футболистов. Команда хозяев поля. Еще впереди полчаса с лишним этого тяжелого футбола. Даже он, Егоров, весь в грязи, хотя в подкатах вроде бы не был замечен, что он стелился в сегодняшний матч. Кеве. Магиде. Камбаров. Шишуков. И Сабитов тут же отскакивает назад, закрывая зону. Магиде оказался на левом фланге. Длинная стенка. Магиде в штрафную войти не удалось. А вот здесь мог рикошет помочь Спартаку создать опасный момент. 15 минут Спартак на чужой половине поля почти вообще не появляется. Ну, выездные матчи для Спартака уже не первый раз. Вот в последнее время складываются таким образом, что команда не очень много атакует. Но при этом извлекает максимум из тех моментов, которые создает. Стрельцов с мячом. Здесь как сразу стало кучно с появлением Рената Сабитова. И здесь вот довольно легко Спартаку с атакой. Махачкалинцев прерванет. Ари. Сабитов опасным игром. Неплохо сейчас разогнали атаку. На право Майдана Камбаров пробует пробить с дальней дистанции. Дмитрий Камбаров не точно. Магиде бить не стал. Потерял мяч. И контратака хозяев поля. Цараев хорошо смещается в центральную зону. Дальше что? Там Спартак уже восьмером перед своей штрафной площадью. Сабитов придержал Цараев напрасно сейчас, мне кажется, Ренат это делает. Потому что под Цараево никто особо не открывался. Там было товарищей Сабитова много перед штрафной площадью. И не стоило фалить. А так подарили стандарт сейчас махачкалинцам-спартаковцам. Он же и неплохо сегодня выполняет стандарты. Поэтому сейчас может быть опасно. Ну если бы Бакаев подстроился получше под мяч, было бы опасно. Дикань пешочком отправляется за ворота, не торопясь с введением этого мяча в игру. Время идет. Время работает на Спартак, который продолжает выигрывать, хотя преимуществом владеет Анжиры. В втором тайме и территориальным, и игровым. И Вишвили там в своих воротах скучает. Но мяч только ему не доходит во втором тайме. Кириэм. Пареха в сторону Ари. И, судя по всему, в дни игры бразильцы. Хизиничвили. Но теперь черед Гаджи-Гаджиева. Бросать кого-то в атаку. Гален точно. Прямо как мы угадываем сами. Сейчас секунду в секунду попали. Гален вместо выйдет Кухарчука. Набегался Кухарчук. Но был у него момент хороший, здорово. Он пробил в ближний угол, выручил дикань. Игрок из Чехии. Ян Галенда. Три мяча забил. Этот мощный форвард. В нынешнем сезоне. Спартак сейчас в атаке. Магиди. И чуть ли не первый раз вот свой коронный номер с пробросом мяча в сторону внешней стороны стопы не вспомнил могиле. Не обыграл Бакаева. И Галенда. Хорошо переводит мяч направо. Шукуров. Подача. Мяч летит в руки диканя. Ревишвили. Сабита перехватил мяч Майдана. Но с правой накидом не то. Если бы левая была, может быть, он попал в твой. Ну, молодец, что увидел вышедшего из ворота Ревишвили. И оценил быструю обстановку. Пробил вторым касанием. Ворот не попал. Ари. Как-то легко достался очень Ари мяч. Магиди. Недоволен Эйден тем, что второй раз не удается ему обыграть соперника. Но приноровились вот к этому финту Магиди соперники. И второй раз подряд останавливают ирландца. Ну, и у наших сборников будет теперь возможность лично Пуршевлюка уточнить, как лучше располагаться позиционно на такой Магиди с тем, чтобы не проходил его вот этот вот номер с работой на внешней стороне стопы. Хорошая сейчас атака может получиться у Анжи. Пареха сыграл вроде бы правильно, но рикошет был не в его пользу. Пареха. Ну и Козлов выйдет на поле вместо Камбарова. Сейчас Майдан, видимо, перейдет на позицию в левую полузащитника, а Козлов займет место вместе с Арием в атаке. Даже Ария может где-то сесть погружаю. Полузащиту, судя по всему. Он сейчас попал в кадр и кажется, что он глубже располагается, чем Козлов. А капитанская повестка Паршевлюку перекочевал. Ну, Сергей, надо привыкать к роли русскоязычного лидера в команде, которая в силу различных обстоятельств, о которых сейчас мы там вспоминать не будем, ни к силу, ни к городу это все, в силу обстоятельств осталась без связующего звена ветеранского, возрастного, который связывал бы поколения при смене этих самых поколений. Ну вот, Паршевлюк в 21 год уже видите, вице-капитан. И ему назвали вот населён со временем время лидерства. Наверное, так. Вернёмся на поле. 70-я минута. 1-0. Спартак впереди. Небольшая подзаварушка возникла на ближнем на своём фланге. Егоров успокаивает Макеева и Шукурова. Ну, на самом деле, надо отдать должное корректности футболистов. Арзиане выходят на поле под 19-м номером в составе Махачкалинской команды на таком тяжелейшем и очень травмоопасном поле. В общем, обходится без каких-то серьёзных нарушений правил. Не то, что берегут футболисты друг друга, играют очень контактно. Но, к счастью, обходится без пока повреждений. Макеев ведёт борьбу в воздухе за мяч. Ари действительно отошёл в полузащиту. Козлов сейчас действует на первую линию нападения, а Кристиан Майдана отошёл на место Камбарова. Занят позиции левого полузащитника. Шушуков приводит мяч в Макгиде. Для Макгиди уже дело принципа наконец обыграть соперник. Он делает это и бьёт поворотом. Сейчас впервые в матче наконец у Макгиди прошло то, что он так здорово умел делать в Селтике. Смещение фланга в центральную зону и удар поворотом. Причём Макгиди всё равно, что справа в центральную зону смещаться и бить с левой ноги, что наоборот с левой с левой фланга под правую ногу и бить справа. Гаджибекова обыграл сейчас Макгиди. Здорово. 20 минут что-то около этого до конца матча. 1-0 по-прежнему. Спартак в этой очень тяжёлой игре ведёт в счёте. Макгиди опять обыграл и ушёл от грубой подножки разозлившегося теперь уже Алия Гаджибекова. А там, видимо, кто-то лежит и нуждается в помощи. Игрок Анжи. Нужна помощь врачей Андрею Стрельцову. Ну, он уже покинул пределы поля. Что-то там с задней поверхностью бедра у защитника Анжи. А Спартак в фэрплей отдаёт мяч на качкалинце. Хизинишвили направо. Сильнейший удар Шукурова. Никого там нет. Дикань налево на Макеев. Майдана. Кебе. Шушуков его встречает и накрывает. Макгиди. Все-таки получил по ногам. Ари. Ари обыграл на фланге Бакаева. Тащит мяч дальше. И тоже получает по ногам. Бакаев Бакаев сейчас недоволен своим товарищем, который по идее... Ну, в принципе, Бакаев-то всё правильно делал. Он отжал Ари во фланг, а тот должен был встретить и отобрать мяч. В результате Бакаеву пришлось фалить, получать жёлтую карточку и увидели, что он лёжа на газоне размахивал руками в адрес Аскара Клявы, который, по идее, должен был в качестве страхующего сейчас выступить и Бакаеву помочь отобрать мяч. Давненький Спартак не выполнял штрафных и Майдана сейчас будет отправлять мяч в сторону ворот Ревишвили. Подача опасно Сабитов! Неужели не забил? Вот это да. Что там происходит? Мне показалось, что Сабитов должен был войти в ворота вместе с этим мячом, но каким-то удивительным образом мяч в ворота не попал. Сейчас надо было решать эту игру с 0-2. Анжи, я думаю, за 15 минут практически наверняка не спасся. Давайте посмотрим, что здесь было. подача. Да, Ренант просто не попал по мячу. Ну что, убойный момент был у гостей. И досталось тут и игроку Анжи и Макееву, которые продолжают сидеть на газоне. Ну, как мы с вами предполагали, по такой игре самая опасно, это стандартное положение. В общем, неудивительно, что Спартак гол забил после углового. Ну, штанга, да, дальние удары тоже один из вариантов, к которому прибег, в частности, Михаил Бакаев попав в штангу. Ухарчук, ухарчук тоже угрожал ударом издали. За счет розыгрыша мяча на таком поле создать что-то интересное практически невозможно. и вот после того, как Ари заработал штрафной, Спартак был близок к тому, чтобы забить второй мяч, Сабитов не сумел переправить мяч в ворот. Ну, на неудобной высоте для Сабитова находился мяч. И вот сейчас еще раз нам показывает хороший момент. Возвал к Кляве Бакаев. Не помог. В отборе мяча. Спартак в атаке. Ари. Бакаев нарушает правила. Неплохой какой полузащитник Михаил Бакаев. Как-то я раньше на него внимания не обращал. Хороший такой габаритный боец. Молодой игрок. 23 года ему. Огромный объем работы выполняет. И с ударом у него все в порядке. Надо, я думаю, так присмотреться к нему. Похоже, растет очень приличный полузащитник. Вот он, 20-й номер с мячом. И передачку сейчас разумную наш фланг сделал. Все так по уму. В действиях Михаила. И очень много мячей он получает. Смотрите, через него фактически вся игра идет. И диагональ сейчас хорошая. Подача. Ари. Магиди. Клява против него. Магиди. Очень легко обыграл. Пробил в ближний угол. Ари Вишвили выручает. Шушуков. Цараев. Откуда силы только берутся? Цараев. Обходит. Нет, Паршевлика не обошел. Нарушил правила. Сейчас Паршевлик в здоровый корпус поставил. Не позволил Цараеву себя обогнать. Но одного Цараева обошел очень даже легко. Иванов еще один защитник будет на поле помочь подуставшим. Товарищем удержать эту победу. Макеев устал. И вместо него Андрей Иванов. Ну, наверное, замена связана еще с тем, что Иванов менее склонен бегать вперед, нежели чем Макеев. Поэтому задача, наверное, у него построже сыграть в обороне. Пока Козлов без мяча. Но в такую игру очень сложно войти. Не повезло. Аре сейчас мяч, видимо, коснулся бразильцы. И поэтому аут хозяева поля введут мяч в игру. Гаджибеков. Куда вперед. Дикань. С головой был отправленный мяч. Можно взять руки и с ноги подальше от своих пород отодвинуть игру. Ну, кстати, Спартак выровнял игру после того, как была сделана замена и появился Сабитов. Ну, давайте не предъявлять Ренат претензии по поводу того, что он не забил. Его не забивать. Голы выпустили на поле. Ну, просто так получилось, что он там был ближе всех к мячу. С той задачей, которую перед ним Карпинг поставил, а мы, в принципе, догадываемся, какая это была задача, и Сабитов, мне кажется, справляется. И вот после того, как эта тактическая замена, безусловно, тактическая замена была сделана, игра выровнялась и больше ничего особенного ворот в Дикане не происходит. 10 с небольшим минут. Есть в распоряжении Анжи для того, чтобы попытаться, наконец, впервые в своей истории обыграть Спартак, но сделать это очень сложно. Пока что надо забить хотя бы один гол. Дикань на месте. Магиди набирает потихоньку форму Магиди, я думаю, не стоит удивляться тому, может, вам показалось, что он как-то в последних игровых моментах берет слишком много на себя игру. Набегал со Стрицов, хороший матч провел, я считаю, очень старался Андрей и уставший, что называется на футбольном жаргоне, наевшийся. Стрельцов поле покидает. Вместо него почти однофамилец, Стрелков. Выходит, усиливает нападение Гаджиев, насколько это возможно. 10 с небольшим минут до конца игры. По поводу Магиди, мне кажется, он просто пробует, набирая форму, пробует вот свою любимую эту обводку. Одно дело на тренировках, а другое дело в игре, тем более в таких тяжелых условиях. Рассваивать элемент, который хорошо получается у футболиста. Я думаю, что именно поэтому Магиди уже раз три или четыре пробует, пробует, пробует. Ну, пару раз уже получилось ударную позицию сам себя Магиди выводить. Ну, а что Гаджи? Гаджи не откажет в старательности. Надо отметить, что первую часть второго тайма их чекалинцы просто хорошо провели. И чуть-чуть им не повезло, что не удалось забить. Магиди. Ох, какой отчаянный потат. Клява, кстати, мне тоже показал, что он играл в мяч. Поскольку Магиди, к счастью для себя и Спартака, целый невредим. Нет, Мартин Штранц не играет. Это у нас футболист другой команды. Оскар Клява. Ну, высоковато, конечно, ногу поднял. Это Кмагиди повезло, что сейчас. Поэтому с Егоровым можно согласиться. В мяч, что в мяч, но опасно. Не всякая игра в мяч допустима. Прямой ногой. А если бы в мяч не попал, он могло бы закончиться очень тяжелой травмой. Поэтому прав Клява, он показывал, я в мяч играл, но прав Егоров так играть в мяч не надо. Это очень опасно. Капитан Спартака Сергей Прошевлюк, новоиспеченный сборник, бьет вперед. Ария дальше в штрафную. Козлов, мне кажется, мяча еще вообще ни разу не коснулся. Но он в этом совершенно не виноват. Так игра складывается. Завели немножко трибуны. Надо было, конечно, забивать те моменты, которые были. Но отметим Диканик. В 83-й минуте галкипер дважды вылечил свою команду. Надежен Андрей. Ари. Здорово сейчас принял мяч. Скользко. Ария. Абакаев. Длинная передача вперед. Побитов поборолся. Спартак уже успел вернуться в оборону. 85-я минута этого тяжелейшего матча. Абсолютно, конечно, не зрелищного. Для стороннего наблюдателя мы сейчас отправляем матчи за границу. Это не самое увлекательное для просмотра зрелища. Но внутреннее напряжение, безусловно, в этом матче присутствует. Тяжелая игра в тяжелых условиях, на тяжелом поле. И, конечно, это такое испытание в настоящее. Но через такое тоже надо проходить и уметь брать очки в таком матче дорогого устройства. Пока 1-0 Спартак выигрывает и остается гостям продержаться на минут 6-7. Ну, и Анжи нужно из кожи вон лезть, пытаться забить гол, потому что положение турнирное обязывает Анжи играть, как требовали болельщики. Они скандировали до конца. Надо стараться до конца играть. Вдруг, видишь, повезет. Иванов. Сегодня хороший матчарь провел, я бы его отметил, хотя он забил и моментов не имел, но напахал сегодня человек так, что мало не покажет. Смотрите, где сейчас Ари играет. На месте левого полузащитника в котором сейчас бегал, а вот он уже в кадре оказался. И там, и сям другом бывал Ари. Полезная футболистка. Это он сейчас случайно отмахнулся, и получается эту карточку сразу же броделец извиняется и ссориться с ним не стал. Шукуров, я бы еще раз отметил, в целом молодцы ребята и той, и другой команды, многочисленные иностранцы. В принципе, согласитесь, на таком газоне не сглазили бы, да? Поэтому давайте мы лучше это оставим после финального свистка всяческие комплименты. Пока идет игра. Иванов с мячом. Майдана. Левым флангом атакует Анжи, но это уже позиционная атака. Спартак села в обороны, все, кроме Козлова. Мы были сейчас за линией мяча, ближе к своим воротам. Стрюков. Подача. Где мяч? А здесь никого, только спартаковцы. И Пареха подальше. Вновь Козлову не дали добраться до мяча. Дикань не стал выходить. И вновь хорош. Пареха. Бакаев. Хороший пас. Почти. Почти получилась передача немножко сильно для и высоко для Галинды. Дикань. Дикань. Иванов. Вот еще очень старательный футболист Махер Шукуров. Он сегодня очень большой объем работы проделал. И здорово выполнял стандартное положение сегодня. Четвертый оранжи. И сейчас бросит мяч из аута. 88-я минута. На решающей минуте матча Спартак выигрывает 1-0. Шукуров бросает далеко из аута. Хорошо играет Шушуков. Автор забитого мяча. Дальше Ари ведет борьбу за мяч. За этот же мяч борется Арзиань. Еще один аут. Гаджиев своих поклоняет к штрафной площади. Подача. Дикань. Дикань забирает мяч. Не имел права сейчас допустить Андрея ошибку. И не допустил. Опять Козлову не дали попробовать каким мячом сегодня идет игра. Стрелков. Показывает гусинами какими-то движениями куда нужно открываться. Уже руки заняты были мячом. Вращал шею сейчас игрок на Манджи. А тут даже Магиди прибежал к Егорову. Ну Егоров арбитр международной категории, поэтому английский должен понимать. Манджи зарабатывает штрафной на 90-й минуте. Давайте посмотрим, что здесь было. Ария за руку схватил Бакаева. Просто Магиди не видел этого эпизода. Он с другой стороны от Бакаева находился. И нарушений правил со стороны Арии не видел. 4 минуты есть в распоряжении Анжи для того, чтобы сравнять счет. И махачкалинцы будут выполнять штрафный удар. Мяч далеко от ворот. Но газон тяжелый, с него отталкиваться сложно. Поэтому надо стараться сейчас с махачкалинцем максимум пользы извлечь из этого стандарта. Что они придумали. очевидно там Либакаев или не разберешь кто именно Илюшикуров у мяча. А решил тебе пробить. сейчас он вспомнил, что он когда-то выступал за Спартак и подарил бывшей команде мяч. Так переживает странный человек с полутора шагов с 30 метров хотел забить гол. Ну удивительно просто что происходит в голове футболиста в этот момент. 30 метров до ворот. Человек с полутора шагов бьет обводящим ударом как знаете на тренировке там мяч. Когда после свистка уже все расходятся надо просто отправить туда в сторону сетки или корзины куда я их там собираю. Просто взял тебе подарил мяч сопернику. Три минуты. мяч в игре оставляет Иванов опять Козлова мяч не дали Ари ну и Ари выигрывает несколько секунд для своей команды и Карпин подсказывает не спеши Иванов время идет две с половиной минуты Иванов заброс мяча на фланг и мяч продолжает контролировать Спартак на чужой половине поля Ох Козлов какой прессинг и помешал между прочим первый пас сделать Козлов за счет своего рывка Оскар И опасный момент Кебе Как же так зевнули и Кебе это хорошо что он левша Дикань третий раз выручает Спартак но так нельзя на третьей добавленной минуте как же столько народа в обороне и здесь дают принять удар но валерьянки сейчас Спартак налил своим болельщикам и тренерскому штабу из ничего два подряд момента но собраться же надо лига чемпионской этой команде молодцы махачкалинцы до конца играют как положено бьются до финального свистка еще не все еще минуту Спартаку нужно выдержать натиск но какие моменты на третьей добавленной минуте Дикань дважды подряд спасает свою команду вы слушайте я думаю что премиальным истериком Спартак должен делиться после каждого выигранного матча за Диканем Ревишевили я думаю что любой грузинский мальчишка в детстве играл в поле Ревишевили не исключение Спартак отбирает мяч 30 секунд а игра то интересная получилась не зрелищная но очень даже интересная Сабитов всем хорош Ренат только вот не надо ему технику демонстрировать свою пас назад Дикань сейчас выйдет и выбьет мяч подальше от своих ворот и это еще не все продолжается атака Анжи секунды Егоров подносит свисток это мяч подносится к Диканю тот забирает мяч в руки и Спартак ждет финальный свисток все заканчивается игра Спартак из последних четырех поединков пяти поединков четвертый поединок играет на ноль да ну тут конечно нельзя не отметить что с появлением Диканя в воротах и с приходом Парехи значительно улучшилось у Спартака все в обороне тяжелейший матч для Спартака но на характере Спартак в общем этот матч вытягивает выигрывает 1-0 набирает 36 очков и перескакивает в турнирной таблице Ростов нагоняет Спартак из Нальчика по разнице мячей москвичи лучше ровно на один мяч сейчас соответственно они перебираются на четвертое место в турнирной таблице потому что побед одинаковое количество с нольчанами очень тяжелая игра Шишуков забивает победный гол на 22-й минуте в первом тайме после розыгрыша стандартного положения отметим быстрое включение Карпина с заменой Сабитова это безусловно исправило ситуацию в лучшую сторону потому что во втором тайме Анжи в начале второго тайма инициативу явно перехватил ну а с концовкой матча конечно главному тренеру Спартака надо разбираться на 8 на 93-й минуте два таких моментища создают махачкалинцы которых надо безусловно отметить молодцы боролись сражались я немножко тороплюсь потому что не знаю когда мы включимся с послематчевыми интервью чтобы на них не залезть да готово мы итоги подведем после Гаджи Муслимович в общем команда выглядела достойно но чего-то все-таки не хватило ваш комментарий ну вообще да так по игре не скажешь что мы должны были проиграть этот матч но так уже складываются последние игры что мы в таких ситуациях достаточно выгодных не можем забить это конечно один из факторов и другой вот то что те редкие моменты которые случаются вот в данном случае у Спартака ну они реализовали ну будем надеяться что это временное вам не показалось что первые может минут 60 матча Кебе немножко выпадал на фоне остальных ну может быть да может быть да может быть да трудно сказать но в целом я доволен как сыграли все футболисты спасибо большое удачи ждем Валерия Карпина Валерий Георгиевич ну ваш комментарий к этому матчу ну что очень тяжелая игра но нереально в плохом поле то есть непонятно как мог в Махачкале то есть погодой с такой я могу понять что в Сибири где-нибудь не знаю за Уралом это просто стыд для пример лиги привозить игроков там за такие деньги всегда вот на такие поля но это стыдно стыдно должно быть прежде всего там не знаю кто ответственный за это поле тем кто его принимает ну это не футбол замена Алекса на Сабитова была вызвана тем что в принципе результат по вашему уже сделан и нужно удержать нужный счет нет замена призвана тем что Алекс играл за последние там 17 дней 5 игр на таком поле ноги естественно садятся то есть и Алекс и Камбаров и Магиди в принципе можно любого из них было менять все трое подустали конечно спасибо 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 Продолжение следует...